Он очень неплох против Баратрума, плюс герой, которому в принципе ничего не надо для того, чтобы начать замес. Если всяким Кентаврам, Свардаром и так далее нужен минимум блинк, к Клокверку ничего не надо, кроме шестого уровня. Шестой уровень, появляется Хукшот и пошел убивать людей. Особенно всяких там саппортов а-ля Варлока, шансов там выжить очень мало, если у Клокверка есть хороший уровень. Тем более против Баратрума мне выбор очень нравится. Беру Тимбера. Тимбера, скорее всего. По поводу Тимбера, мне почему-то кажется, что я отправил его именно на легкую линию для Му, но все-таки надо усилить и физу урон. Мало того, что дефиться надо как-то, так и физу урона тоже не очень много. Есть, конечно, легионка, но физу урон легионки зависит непосредственно от того, как у нее пойдет игра. А если не получится убивать, если не получится выигрывать дуэли, что делать тогда? Урон определенно нужен. Тандербердс, как всегда, оставляют последнего героя для Винхе. Сейчас мы увидим, кто это может быть. Вот как раз банкомплексити, инвокер, инвокер, баня, Лина, Лина, например. Темборчик сами забрали, сами забанили Тандербердс. Эмбера также забанили. Ну, в принципе, в принципе, можно попробовать взять какого-нибудь Тинкер. Ага, они сами, кстати, забанили Тинкера. Почему я подумала, что Тинкер все-таки неплохо дефит пуш в любом случае, но сами от него избавились. Комплексити не хотят против этого героя играть. Может, Ктонус для физ. урона неплохо смотрится. СФ, опять же, как-то, кстати, в последнее время под права был очень популярен, но вот что-то немножко изменилось, чем это связано. Да, есть всякие там Парки Эмберы и кто у нас еще в Мид? Инвокер тоже. Лина, Лина вот одна из самых популярных. Лина, опять же, Ньюбани. Но это Бристалбек. Ах, хитрецы-то какие. Решили сами попробовать сыграть с этим персонажем. Увидели всю его силу. Либо, возможно, знаете, я не могу против него стоять. Ну, хорошо, вот давай вот возьмем тебе, посмотрим, как ты на нем отыграешь. Ну, вообще, идея, опять же, была украдена у команды Thunderbirds. Нагло, дерзко. Топ-пик у них тоже очень такой плотный. Получается, что Баратрум, что Тимбер, что Бристалбек, что Легионка всегда сможет подхилять. То есть, вот Варлок Легионка может подхилять. Баратрум будет врываться. А вот, например, у команды Thunderbirds, если так посмотреть, Shadow Shaman, Тускар, персонажи такие достаточно, скажем так, хиленькие, которых очень можно быстро убивать. Ну и герой для Вихи. Кто же это может быть? Кто хорош против Бристалбека? Предположение мое было абсолютно верным. Это Shadow Shaman. Ой, прошу прощения, Shadow Friend. Сэрчика решили добрать для Вихи в МИД. Ну, в целом, даже если, например, теоретически Виха МИД отстоит не так хорошо, как мог бы, то у него всегда будут леса. Он всегда может быстро вернуться в игру. Это вот как раз самый большой плюс СФа. Самый большой минус, что вначале он очень уязвим. Но самый большой плюс это то, что он быстро может выкарабкаться практически из любой ситуации, если ему хотя бы чуть-чуть помочь. Вот здесь как раз Баратрон будет постоянно пытаться прибегать в МИД. Ну, по крайней мере, должен пытаться прибегать в МИД. Плюс, ну, поэтому Сакси... Сакси должен чуть, не знаю, активнее играть, в МИДе появляться почаще и сейвить своего СФа всеми возможными для этого способами. Ну что же, вторая карта между Complexity и Thunderbirds начнется вот-вот. Вот, еще раз напоминаю, что это сетка лузеров и уже здесь проигрывать нельзя. Тот, кто проигрывает, вылетает. Кто побеждает, соответственно, идет финал сетки лузеров. Игру мы посмотрим также сегодня, сразу после этого матча. Ну, в смысле, не совсем сразу, на самом деле, игра начнется в 5 утра. По расписанию, нет, я видела, что спрашивали, может ли игра начаться раньше, если, например, будет только две карты, всегда начинается ровно по расписанию. Вот так вот выглядело. Так, в смоках у нас находится с саксом от Ускари, но вообще им чуть поаккуратнее надо себя вести, потому что здесь также в смоках идут комплексити. И если бы они его увидели, то разгон вряд ли бы отпустили на самом-то деле, но они его не увидели, вард поставил, обратите внимание, именно на шрайн, почему этот вард поставили на шрайн, думаю, все должны отлично понимать, возможно, вот отсюда как раз будут выходить, но посмотрите, как же комплексити хотят выиграть. Будет попытка убить сразу же Виху и, честно говоря, эта попытка может даже получаться успехом. Абусу, вот этот самый, Коги и СФ, также, по-моему, я вам, в принципе, во время пика не рассказала. Ах, Виха, Виха, Виха должен погибать. Ну, тут, в принципе, без шансов, слишком хорошо выполнили свою задумку комплексити, постояли на ФГФ, подождали, и сразу ГЛХФ, начало положено. Ну, в целом, по поводу Кверка Когов и СФ, я думаю, что все уже эту фишку знают, это, конечно, очень приятно для СФ, будет он иметь уже достаточно большое количество урона изначально, так что с крипами проблем не будет. В миде, как и предполагала, я изначально буду стоять Бристл Бэк против СФ, здесь, в принципе, мог бы пойти Тимбер, но я как раз знала о том, что на Тимбере играет у комплексити именно Му. Ну, и разгон от Баратрума, сразу по Квакверку, не успел поставить Коги, для того, чтобы сразу изначально ударился, но вот поставил чуть попозже. Сейчас Коги поразбиваю, там, денежка, для саппортов, для саппортов, приятно все равно, отхеряется, Шрайн еще не использовал, ну, и Тимбер, в принципе, против Квакверка стоит очень даже неплохо, поэтому Демон, если что, будет уходить на Варлоке. И подхиливать в любом случае, если будет необходимо. Ну, а в целом, Тимбер, я думаю, справится. И Легионка, конечно же, Легионка, Шадо Шаман будет проседать, не может против него бороться, несмотря на то, что у него такой неплохой рейндж атаки, в принципе. Ну, и, конечно, даже не в рейнже дело, а в том, что Шадо Шаман сейчас из, вообще, в целом, всех саппортов пятой позиции, да, и практически всех героев в доте обладает самым начальным, очень хорошим дэмэджем с руки. 68, у кого больше, у Транта, если не ошибаюсь, посмотрите, как же жестко. Они расправились с Легионкой, кажется, Легионка такой плотный персонаж, но, как мы видим, и нападение на Виху. Предполагалось, что это будет происходить, мы сразу это обсуждали, ну, и, как вы видите, Братрум вместе с Бристлбэком, с Сэфом справляются просто на ура. Опять же, в это время у нас Тускар никак не мог подойти, Тускар убивал Легионку со своими тиммейтами. Легионку убили, но, в любом случае, потеряли за нее Сэфа. И Сэфу как-то нужна будет помощь, но Сэф пока и сам неплохо справляется, кстати, на самом-то деле. Я, честно, подумала, нет, Тускар пытался, пытался убить Фира, но Фира выживает. Это время было, он от Братрума на Расту, Раста у нас погиб, вместе с Легионкой справляются они с этим героем достаточно легко. Да, гонять он с руки может, это явный плюс, но то, что он все равно один из таких, ну, просто хиленький саппорт, которого очень легко убить, не обладает никакими дизейблами в плане эскейпами, прошу прощения. Дизейбл у него, кстати, великолепные просто. Это, опять же, один из плюсов этого героя. Ну, вот плюсов вроде бы тоже очень много. То есть этот урон огромный с руки в начале, хорошие дизейблы, хороший урон со своих скопплов. Плюс, конечно, то, что он помогает Пуша, это явный плюс, но минус это то, что выжимаемость этого персонажа, конечно, очень большая. Возвращается Тускар, будет как раз попытка опять, наверное, забрать Легионку, но крипы по таворам, и если Лекантроп прям так нагло пойдет на Легионку, все будет понятно. Ну, и вообще, я думаю, что посмотрите, Легионка пытается как можно лучше отстопить крипов, зная, что, скорее всего, ее будут пытаться забирать. И опять выход на СФ. В принципе, я об этом говорила, но СФ еще на развороте. Убивает Братрума, это, конечно, приятно. Он вынес максимум из этой ситуации, но в любом случае, это вторая смерть. Прошу прощения, вторая какая-то, уже третья смерть для Вихи, и ему нужна помощь. У него нет такого саппорта, который 100% его засейвит. Да, там может как-то помочь Тускар, и вот Сакса перетягивается в мид. Надеюсь, что как-то они эту ситуацию изменят. Возможно, даже СФ с получением пятого какого-то уровня отправится формить Лиса, и либо попросит делать стаки, минимально же хотя бы что-то в этом духе. Так, прибегает Братрум на нижнюю линию. Зифрик старается играть максимально... Прошу прощения. Извините, небольшие технические неполадки. Так вот, Зифрик старается играть максимально активно, и пока у него это получается на ура. У него счет 3-1-1, поучаствовал в четырех фрагах из четырех своей команды. Ну вот, теперь спанули Братрума. Братрума отсюда должен убегать, однако, замечательная игра от Пускара, ну и, конечно же, Зифрик погибает. Думала я, что все-таки спасется он векством, но нет, не спасся. Но только... Вот это, мне кажется, мое проклятие. Только я хвалю какие-то действия игрока, его сразу убивают. Неприятно. Лучше просто не... Если буду комментировать игры кого-то прямо из своих близких друзей, явно хвалить никого не буду. Только-только наоборот ругать. Как вот Резарюшин вчера мне писал, ты меня ругала? Ругала, поэтому и выиграл. Так вот, Клокверк, разгон от Братрума на него. У него не так много хп. Здесь надо ставить, скорее всего, Коги. И зря. Надо было, наверное, пытаться Коги ставить по таврам, потому что так... Хотя, хотя, хотя... Вот батарейки, посмотрите. Получается уйти. Далеко было слишком тимвер. Я еще шестого уровня у него не было. Так что уходит, честно говоря. Я как-то недооценила Клокверк. В это время Братрум. Разбег, конечно же, на Расту. У Расты совершенно нет маны, поэтому дать какие-то сплы он, в принципе, не может. Ну и Мизери должен погибать. Хоть и посмотрите. Ну, нет, все-таки добивает. Рубеном сгорел. Так, в это время должны теперь забирать... Попробовать забирать Братрума, но нет маны. И Братрум отсюда спокойно уходит. Три-пять в пользу комплекции. Тим, начало очень хорошее. В принципе, для них они загнобили изначально Виху в Миде. Но Виха, в принципе, как мы с вами и обсуждали во время пиков, явный плюс этого персонажа, это то, что все равно он очень быстро формит. И сейчас, например, уйдет Лиса, они должны просто стараться как можно минимально показываться на линии, быстренько там с помощью Рейзов забрать Крепов и сразу уходить Лиса, дабы не давать возможность Братруму сделать разбег. В это время Клокверк пока ни разу не погиб, видит демона, ставится Коги, демон, очень сильно проседает, демон должен, наверное, все-таки здесь погибнуть. Монминдер отлично сыграно, запирает саппорта, такой этот хороший в этом плане Кокверк-персонаж, прибегает сюда Братрум. Но бежать под тавер он не решился. Ждем шестого уровня на Кокверке, и, наверное, он попробует, наверное, в Миде выйти с Бристалбеком что-то сделать, либо, может, на нижнюю линию. Какой-то должен быть экшен, может, наоборот, себе кого-то позовет и попробует убить Тимбера. Итак, Ликантроп под формой, однако здесь Варлок, ну и отличный под сейф от Легионки, соответственно, Ликантропу приходится отсюда бежать, куда глаза глядят, ближе к своему таверу, отхиливаться, потому что, понимает, прибежит Братрум, и, возможно, будет нападение. Но Братрум посмотрел, что Ликантроп уже отхилился, по тавр лететь не самая лучшая идея. У Легионки до сих пор нет шестого уровня. Если бы хотя бы шестой уровень был, то может быть. Ну и Шаду Шаман здесь стоит со своими сплами неприятными. Ну вот, четвертый левел еще взял Мизери. Кстати, интересно, будет ли он Хек скачать, либо, например, сетку Максить. Тоже такой важный момент. Посмотрите. Кстати, вы помните тот самый момент, про который я говорила, о том, что Братрум поставил на Шрайн. Понимает, что здесь имеются... Должны, по крайней мере, делаться стаки. Стаки делаются, но под Шрайном забрать Фиров было крайне сложно. Саксо берет Инвиз, и что-то сделать с Бристл Бэком будет очень сложно. Поэтому просто не обращают внимания. А в это время Братрум расправляется у нас с Шадоу Шаманом. Я, если я так понимаю, с Соло. Изначально, видимо, Шадоу Шаман был немного подкоцан. Так. Ох, Саксо ошибается. Не смог закрыть, не смог закрыть. Ну, не знаю, получилось бы забрать Бристл Бэка или нет. У него, во-первых, имелись Рейндропы, Пурман Шилд, плюс рядом стоял Демон на Варлоке. Готов был его хилять полностью. Так, Сэф Лиса здесь зафармил. Поэтому Биха посмотрел, зафармить нечего. Тут, правда, есть спаун. На линии показываться опасно, но сейчас вот Крипов должен зафармить. Братрум-то жив, но Братрум находится пока возле своей Легионки. Легионка шестой уровень есть. Надо стараться сейчас найти именно Шадоу Шамана, в него дать дуэльку и заработать свой первый дополнительный урон с дуэлем. Пытается, Легионку гоняют. Вот если Раста ошибется, то ее убьют здесь, если Мизери вот так вот будет себя вести. И Братрум. Разгон. Однако Раста дает ему хекс, но Братрум здесь окажется в любом случае сильнее. Сейчас, скорее всего, заберут и Саксу, так как перетянулся вовремя Тимбер. И это даблкил для него. Дуэль выиграна. Отличная перетяжка от Моу. Очень мне нравится, когда могут так, корт-герои именно Керри позволить ее так, Керри Моу, быстро перетянуться, помочь своей команде. Это, на самом деле, во-первых, важный фараг во всех направлениях. Они, да, кажется, они вроде бы убили там двух саппортов, не собрали резолюшена, но они выиграли дуэль. Они сейчас заберут Тауэр, они подарили два фрага для Тимбера, что, наверное, в принципе, выглядит очень-очень хорошо. Преимущество у них около двух с половиной тысяч. Не сказать, что это какая-то запредельная цифра, но, тем не менее, вполне достаточно. В то время я предлагала Клокверк, да, Клокверк, у Мун Миндера здесь просто все великолепно. Он, в принципе, уже второй раз соло убирает саппорта, у него сейчас девятый уровень, и это такие хорошие для него фраги, помогают разогнаться. Соответственно, Блэдмейл появится очень быстро. Мидия расправляются с Баратрумом, теперь можно забрать Тавр. Тавр под Коцин, закрывает Бристалбека, но Бристалбека даже, несмотря на то, что закрыли, забрать будет очень сложно, и тем более у него 14 зарядов стиков, рядом стоит Варлоу, который его будет хилять, и опасно. Главная цель забрать как-то Тавр, вот в чем основная задача, но решили, что пока им это не по шансам, с получением на Шадо Шамане шестого уровня чуть полегче станет, но, тем не менее, пока шестого уровня нет. В это время Му пытается пушить Тавр, на самом-то деле у Кимбер не самый лучший пушер, но увидели Мизери, Мизери сразу делает за телепорт от Клокверка, Клокверк его отменяет, у него, а нет, Хукшот, в принципе, появился буквально через пару секунд, вообще, могли, мне кажется, не подраться, но у Варлока уже есть шестой, про это тоже не стоит забывать. Главная цель для них, конечно, Ликантроп, который находится на первой строчке по Нетворсу, у него имеется Мидас, поэтому Резолюшн фармит как царь, видите, отлично, но, если честно, Му от него не особо отстает, даже несмотря на то, что у него Мидаса нет, зато у Му больше фрагов, выходит Ликантроп, понимает, что что-то вот неладно, не может Тимбер так нагло стоять, тем более на линии, пока никто больше не показался, кроме Легионки, а Легионки дают дофармливать свой блинк, неужели будет нападение, так, все, увидели Барлока, смотрите, Баратрум стоит за деревцем, такой спрятался, Зефик принимает 12 минута, баунти, дабл дамедж на топе, Бристалбек, дерутся с СФчиком, кстати, СФ 11 уровень, отменяет постоянно свой ультимейт, проходит Бристалбека максимально, Рейзы сейчас в кулдауне, и прибегает сюда Баратрум, Баратрума уровня 6 нет, и он начинает виха на развороте, в принципе, прогоняет двоих персонажей, использует и уже виха посерьезнее выглядит, уже не получается его забрать, так как раньше, ну и соответственно, рядом уже находился Ликантроп здесь, рядом находился Шадоу Шаман, если бы драку дальше решили продолжать, то скорее всего они бы погибли вдвоем, Клокер вместе с Растой прожимают смоки, но вот посмотрите, отходят, посмотрели, что линию на топе никто не отпушил, соответственно, где-то ребята в смоках, бегают, пытаются убить, там Ликантропа тоже не было, может на Рошана, на Рошана пока вряд ли, Рошана опасно, если туда придут комплексити, у них есть шансы очень много денег отдать, и еще там наоборот, так, Бристалбек отцепанули, решили, что Тавр забрали, а дальше, в принципе, нет никакого смысла драться, хотя Клокверк, Хукшот попадает по Бристалбеку, стоит Зифрик по матчу никак не может, потому что разгон Клокверк, видимо, просто божитный на этой карте, уже преимущество за Тандербердс, разгон от Братрума, пошла дуэль, Шатушамон погибает, а разгон там был по Клокверку, подхил от Легионки, брат за брата, как за основу взято, но посмотрите, на развороте пошел Голем, Голем по одному СФчику, и во время этого Голема урона никакого в принципе не получилось выдать, поэтому Голем был просто потрачен в пустую, ну и подрали для себя комплексити крайне плохо, самое главное, они отдали двух героев за одного, они потратили Голема, и убили только лишь Шатушамона, единственный плюс во всей этой драке это то, что Легионка выиграла вторую дуэль, но это крайне мало, даже сложно на самом деле прям таким ярым пулюсом назвать явным плюсом, Тимбер, сейчас будет такать его Клокверк, отличные Коги, вот просто по таймингу ему должен подгибать, это Киллинг Спри для Вихи, опять же, очень хороший фраг, потому что, во-первых, его сделал Виха, во-вторых, они заданы Элитауэра, в-третьих, они убили героя, который находился у Комплексити на самой первой позиции по Нетворцу, как раз за него именно большую, ну, больше всего экспириенсы дают и золото, и вот убили, смогли, осилили. Счет становится 9-9, Thunderbirds возвращается в игру, не сказать, что они отсутствовали в игре, но они проигрывали 2500, но в любом случае они, получается, уже 3000 отыграли денег. Ванбат появляется у Бристлбека, собирается пока Бристлбек, так же, как на предыдущей карте собирался Виха на этом герое, но вот по Нетворцу у него не так все хорошо, во-первых, один раз Фира погибал, и у него все-таки против троих у него и двоих не получалось убить, не такой хороший фарм, но жаловаться ему грех пока что, у него все более-менее неплохо, там, если в целом, да, отстают от СФ на тысячу, и если учесть, что СФ в начале игры убили три раза, вот это тот самый плюс СФ, про который я говорила, Виха начинался 0-3, ну там, 1-3, когда братрум, он убил Тавер от него, франк, ему достался, ну и забирают Фрошана, разумеется, айгаз для СФ, здесь, в принципе, другого варианта не должно быть, очень быстро они его забрали с Ликантропом, с Змейками, Шадоу Шамана, ну а теперь, что делать дальше, вот в чем вопрос для Тандербердс, с одной стороны, у них есть Айгиз, но с другой стороны, слишком плотный пик у команды Комплексити, и нужно доформить просто банально начальные артефакты, с которыми они смогут драться, идеально, вот выбор делает сейчас Ликантроп, в принципе, есть очень много разных вариантов сборки этого героя, как мы видели, и через Москов Мэднес, и через Ормлету, но здесь Ликантроп выбирает сборку через Саблю и Дезолятор, вот Минус Армор для него просто мастхэв, на этом надо играть, так, Виха, дерется против Бристлбека, вообще Бристлбек не должен так агрессивно играть, потому что сейчас придет Клокферк, даст свой, а, прошу прощения, Клокферк, видимо, уже давал хукшот, ошибочка вышла, кстати, Клокфер приобретал себе, приобретал именно Юл, первым артефактом, он понимает, что нужен какой-то сейв, пойти там, Баратрума поднимает, мешает, итак, пошла дуэль, Сэфа должны, в принципе, дуэли выиграть, а вот что делать дальше, драться очень надо в Данвербердс, хукшот будет буквально через 5 секунд, Сэф готовится раскастовывать ультимейт, ультимейт, в принципе, неплохой, а так, а Галем, и Сэфа можно бы пробовать забрать, так, погибает Баратрума, в это время, в принципе, еще, так, дерутся против Бристлбека, Бристлбека крайне сложно забрать, теряют сами Сэфа, откатились как раз ворды у Расты, это уже 3 в 2, но здесь еще добивает Ликонтроп у нас Варлока, и драка Му против Резолюшена, кэри на кэри, под Шрайном для Му шансов особо нет, однако, здесь еще и Легионка имеется, но дальше тут и ультимейт подходил к концу, ну и, в принципе, Тимвер всегда должен был уходить. В итоге, замес у нас прошел 3 в 3, с одной стороны потеряли Хардлайнера, саппорта и Мидера, с другой стороны двух саппортов и Мидера, так что, в целом, комплексити подрались для себя лучше, плюс они выбили Аегис, и плюс они выиграли дуэль для Легионки, так что у Смиддлменона уже плюс 3 за дополнительного дэмэджа. Ну и, конечно, неприятно, что погиб Клокверк, потому что Клокверк и Панетворца тоже себя неплохо чувствует, плюс у него и стрик был, и левел хороший, за него тоже денежку многих дают. В любом случае, для себя Смиддлменон не так много потеряли, у них преимущество, опять же, на их стороне, при том, там около 4000, немного, но преимущество именно у них. Далее, наш Шадуршаман очень хочет, конечно, Мизери здесь купить себе Блинк, но опасно ему показываться на линии, хотя теперь, если, например, Баратрум будет прибегать, то он, конечно, может там дать Хекс и так далее, но, а если Баратрум с Легионкой, то он погибает. Но Легионка у нас пока в миде и, опять же, в миде замес. Просто стерли Тускара с лица земли, начинается драка Легионки против Ликантропа, здесь не по шансам, с другой стороны, Мизери вернулся, разменяли Тускара в итоге на Баратрума, Раста погибла слишком быстро, дабл кет для резолюшена, ну и 3 в 2, погибает опять СФ, Тимбер пилит своей пилой очень жестко, и замес выгрыгивает в комплексите. В этом замесе у нас опять не было вардов Раста изначально, стоит учесть этот момент, плюс, в принципе, замеска, я как бы, полагаю, не так хорошо началась с помощью колокверка. Я изначально не смотрела, как он начался, потому что мы смотрели с вами на Расту, как обычно. В любом случае, у Тимбера 18 заряда Блотстоу, не дальше собирается приобрести себя с Лоркест, как-то в целом мне не очень нравится, как Сакс отыгрывает на Тускаре. Ну, не то, что не нравится, по крайней мере, пока вроде бы у него статистика 0-26, то есть не так много он умирал, ассисты имеются и так далее. Не так-то просто на этот персонаж в целом играть против такого пика. Его очень быстро убивают, там, армора, в принципе, у него есть, но, как мы видим, недостаточно. Плюс, Раста, как мы говорили, очень быстро прогибает в замесах. Посмотрите, Мизери вынужден там идти в леса, забирать баунтируны, пытаться, чтобы нафармить себе блинг. Очень он ему нужен. В это время по поводу айтем-билда Бристлбека, как я и говорила, он полностью пока что копирует айтем-билд, который был на предыдущей карте у Вихи, ну, а вот дальше он собирается приобрести себе именно Кримсангвард. Если вы помните, Виха дальше делал Блэкенбар. Ну, там заход Хэгэ был, опять же, против Эмбера, против большого количества дэмэджа именно магического. БКБ смотрелось лучше. Здесь же Кримсангвард смотрится поприятнее, опять же, Эсэ, Феликантроп, тут у нас Дезолятор, кстати, уже имеется Резолюшн, Резолюшн, пока вообще ни разу не погибал. Дальше планируется покупка Керасы, нужно именно усиливать Армор и Минус Армор для Комплексити, именно благодаря Минус Армору должны они что-то делать, потому что здесь, во-первых, Аура Эсэ по Минус Армор, Клокверк планирует покупку себе Блодмейла, у Легионки этот Блодмейл уже имеется, ну и Смаки прожимают Комплексити, у Варлока имеется Голем, так что они хотят драться. Опять же, Эсэ, кстати, я немножко подумала, что у него будет другой Айтембелд в этой карте, на этой карте, но он переобвел себе Сашу Яшу, увеличивает именно статы, сейчас будет попытка напасть на кого-то, кто будет дефать верхнюю линию. Пока никто не дефает, ребята из Вандербердс не хотят драться против Голема, решили, что нужно доформить какие-то слоты, например, там уже СФу БКБ, там уже Резолюшеновую Керасу, и уже им чуть попроще замес будет проводить, поэтому решили они поменяться Товарами. Но здесь пока стоит Клокверк, вообще чуть поаккуратнее надо быть Миндеру в данной ситуации, потому что Легионка прыгает, Баратрум бежит, и сами понимаете. Но посмотрите, прыгать Легионка не там, поставили Змейки Расты, решили разбить, дефят все-таки свои Товара, не захотели меняться. Может даже для Фландервердс это с одной стороны и плюс, потому что все-таки Т1 вышку на Т2 невыгодно менять, здесь они попрокоцали, практически ее забрали, здесь вышечка еще фуловая. Как дела СФ, СФ, ДБКБ в принципе не так много, не так много, еще чуть-чуть нас собирать, и уже можно будет воевать во всей своей красе. А тут прыгает Клокверк, цебляет у нас Варлока, Варлок, в любом случае погибает, даже тратить Голема нет никакого смысла, должен он понимать, в принципе так и получается, Демон просто погиб, ну и фраг для Мумидера. Мелочь, как говорится, приятно, 289 золота получил, не такая уж в целом и мелочь, тем более ему как раз немножко не хватало до покупки Доднайла, все, Блоднайл есть уже, о, будут Аганим уже собирается Мумиды покупать, опять же, этот билд мне очень нравится, с другой стороны Брис Лубека, как я в принципе в предыдущей карте мне нравился, а их там билд, в них есть Десифира такой же, единственное отличие, что Кримсон Гвард он апгрейдил, до Кримсон Гварда апгрейдил Ван Гвард, и разбег от Баратрума, Баратруму, честно, так, да, вот, та самая связка, про которую я говорила, Клапирка Хукшот еще был в кулдауне, соответственно, там помочь своему тиммейту никак не мог, ну и, Мум, тоже, так, 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 по поводу 18 заряда в Латстоуне, Солар Крест, ребята из комплекса могут сейчас попробовать собраться вместе, они уже тоже отыграли небольшое количество золота, плюс к 30 урона выбирает себе как талант на 15 уровне Легионка, там же у него уже в принципе хватает, в целом 54 дополнительного урона, плюс этот урон, смотрите, там всякие Тускары, Раста, это вообще для него еда, скоро он и с ССФом будет соло справляться, поэтому у ССФа в принципе статов достаточно много, но я не удивлюсь, если он захочет купить себе на этой карте например какую-нибудь сферу, она против Паратрун хорошо работает, она против Регионки еще лучше работает, все равно убивать смогут вдвоем, но опять же, там уже надо с полы правильно дать, а иногда это не так-то уж просто и сделать, хотя вроде бы с полы простые, но я имею ввиду, знаете, разные ситуации бывают, так, у Раста есть Блинк Даггер, Бладмейл приобретает себе также Баратрум, Бладмейл, наверное, практически лучше антибюл для Баратрума, очень многие собирают его через Лотар, но мне вот больше как раз нравится Баратрум, например, через Бладмейл, возможно, даже какой-то еще Форстаф, честно говоря, по поводу Форстафа, наверное, многие не согласятся со мной, но здесь все-таки он играет против Кокерка, и вот Форстаф, как я думаю, в команде у комплекте должен быть определенно. Вот его, в принципе, пока собирается собирать демон, собирается собирать, планирует купить демон, но ему еще достаточно долго, хотя, если учесть, что у него имеется Мидас, не так-то долго в целом получится. Травла приобитает себе Тимбер, достаточно поздно, в отличие от, наверное, других персонажей, потому что стараются купить себе Блодстоун и дальше там Травла, чтобы быть чуть более мобильными, но вот здесь он себе купил до этого Блодмейл, чтобы был армор, потому что, как я вначале говорила, минус армора очень много. И Смаки от команды Комплексити, ох, как же здесь может быть все плохо. Прыгает Легионка, только не в СФ, у СФ было ВКБ, пошел Голем, Голем на самом деле неплохой, сразу можно попробовать забрать Кокверка, но у Кокверка есть Блодмейл, Ветра уже в Кулдауне, пока все жилы, ставятся Змейки от Расты, первый погибает Легионка в размен на Кокверка, тут пытаются разобраться с Тимбером, Тимбер погибает, минус Тимбер, минус Варлок, минус Легионка в размен на Расту и Кокверка. СФ тоже должен погибать, добивает здесь, если не ошибаюсь, именно Бристалбек, теперь стоит спиной, надо как-то этого Бристалбека убить, но у Ликантропа уже нет формы и посмотрите, на каких просто ХП уходит у нас Фира вместе с Зифриком. Размен в целом произошел у нас 3 в 3, из плюсов, то, что Легионка не выиграла дуэль, из минусов, ну, это, наверное, плюсы для команды Thunderbirds, как раз то, что был потрачен Голем, и то, что Заряд Блодстоу не потерял Тимбер. Здесь погибает опять СФ, применяет, что МКБ, кстати, решил покупать, ну и заходит комплексити на Рошана. Вот по поводу Рошана для комплексити, с одной стороны у них нет Голема, с другой стороны сейчас мог погибнуть Саксо. Ликантроп под формой. Надо как-то пытаться убить Бристалбека, и отличный хукшот от Клокверка, Бристалбек закрывает, пошла дуэль, минус Клокверк, минус Ликантроп, ну как же все неудачно выходит для команды Thunderbirds, и дальше разгон, Раста без шансов должна погибать, такой ударчик, и Тускар, минус, это Team Vibe, отлично сыграно комплексити, вроде бы Клокверк зацепил, но вот Легионка со своей дуэлью, со своим Бладмейлом сыграла злую шутку, и сейчас еще опять разгон Сэфа, неужели дуэли нет, дуэли нет, куда будешь идти на Сэфа, под Тавр, да, понимают, что они могут сейчас пойти там под Тавр его развлекать, чтобы он ни в коем случае не попытался, не знаю, украсть Егис на Сэфе, да, ну, в любом случае, там помешать бы не мог, вдруг бы начал драться, и, скажем так, команда подтянулась, но это просто супер хорошая последняя минута для команды комплексити, в целом, они, во-первых, и дуэли выиграли, и забрали Рошана, и сейчас еще атака на Тускара, ставятся Змейки от Расты, Тускара не дают убить, отлично, дуэль не выиграна, тебе должна погибать Легионка, ну, и попробовать идти дальше, или его нет, Мизери уходит просто на лоу-хп, и Варлок, в принципе, тоже очень хочет добить его здесь Виха, у него это сделать получается, размен Тускар на Легионку и Варлоков, плюс для команды Thunderbirds, определенно, ну, а Егис на Бристлбеке, это пока очень и очень сложно для них, его крайне сложно убивать, он себе еще приобретает Миссы, соответственно, я предполагаю, что будет Алибарда, МКБ мастхэв, просто как можно быстрее надо нафармить этот артефакт, до него еще около 3000 надо насобирать Вихи, Ликантроп также мастхэв МКБ без шансов забыть про какое-то, наверное, даже ВКБ, в целом, ВКБ с одной стороны неплохо работает против Тимбера, бесспорно, ну, например, тот же Баратрум станет своим мультимейтом, та же Легионка будет давать, так что против Фарлока тоже, в принципе, неплохо, но МКБ, наверное, более важна сейчас. ССФ, с Крепомерзом, ССФ, Виха, беги! Да, Алибарда, Алибарда на Бристлбеке, дальше будет планировать покупку Кирасы, артефакты очень крутые, и камбэкнулись по опыту, по опыту ситуация следующая, около 3000 преимущества, 3000 преимущества у команды Комплексити. Ну, на самом-то деле по опыту немного. Ладно, здесь Митас на Барлоке, саппорты очень бедные, очень бедные, прям, я вот вначале, когда говорила про пики, конкретно Thunderbirds и Комплексити, упоминала, что у ребят тут проблемы в этом плане будут с саппортами. Сложно фармить, сложно передвигаться по линиям и пытаться хотя бы раз-то еще в Териории мог бы там отфармить, но как он может фармить, если тут Баратрум и Легионка? Они постоянно должны увидели на линию, сразу разбег, сразу убить, сразу выиграть дуэль. Так, пока Thunderbirds в открытую 5 на 5 не должны драться в любом случае, потому что так, находят здесь Варлока, пытался демон идти с телепорта, но, конечно, никто ему не даст этого сделать. Просто как же больно было Легионке, зачем ты дал дуэль в Ликантроп, у которого Кираса, у которого Дезолятор, у которого огромное количество урона здесь погибнет еще, и Баратрум, несмотря на то, что у него был Бладмейл, кстати, вот Бладмейл с Резолюшеном сыграл злую шутку, но пока заметно Thunderbirds выигрывают просто в салат. Еще Ликантропа засейвил Тускар, надо пытаться его добить, отлично, закрывает здесь Тускар, но не до конца ставятся Змейки, все для того, чтобы засейвить Резолюшен, но приходите домой, Резолюшен пытается мастить Хекс на Бристалбека, отличный, и Коги, опять же, от Клокверка, Резолюшен пытается мастить, тут подходит Виха, Вристалбек выбивает Аегис, отлично, здесь, правда, должен погибать Раста, Ветра от Клокверка, дальше Бладмел, Хекс, и должен погибать ему, отлично, теперь единственный, кто выживает, это Вристалбек, а Ликантропу уже откатилась форма, но в этот раз шарды от Тускара не самые лучшие, в любом случае, наверное, Ликантропу не стоило даже туда бежать, только я говорю о том, что 5 на 5 будет драться крайне сложно, и Thunderbirds, несмотря на то, что Аегис укомплексить, несмотря на то, что сложно им проводить сейчас еще замесы без МКБ, потому что МКБ не было у СФ до этого замеса, у него практически, кстати, оно уже должно быть, 800 голды остается, не было МКБ у Ликантропа, я думала, что захотят они доформить эти артефакты, и уже, как бы, имея вот в этом плане преимущество небольшое, идти воевать, но, как вы видите, Thunderbirds справляются и без МКБ, справляются даже с Аегисом, выиграют замес, очень уверенно, и Аегис они так живые выбили, то есть, в живых, в принципе, остался только лишь один Бристлбэк после Аегиса, за ним уже не пошли, очень мне понравилось, как с Эвили Ликантропа, ребята, в целом, и Шарды, и Коги, и Ветра, и Шадоу Шаман, там все сплы очень здорово дал, так что, Резолюшн должен сказать спасибо своей команде, за то, что она его вот так вот сейвит, и вот сейчас будет атака на СФа, эх, Виха должен погибать, да, БКБ прожал, нет, БКБ прожал, решили против БКБ не драться, хотя вообще, честно, опять же, у него урона тоже очень-очень много, вот практически готовый МКБ, СМКБ, СФ, разумеется, еще и Гвард, посмотрите, сразу понимает, что здесь где-то есть Вижен, и Гвард разбили, СМКБ, СФу гораздо будет проще, против такого количества миссов, все-таки, ну, неприятно в целом играть, все, принес, кстати, остается СФ без ББ, для такой минуты, на самом-то деле, ну, ладно, тут, если пушить, товара могут ломать, но не так быстро, например, как те же Thunderbirds, имея Леконтропа у себя, имея Раста у себя, так что, ладно, не должны они, хотя, если, например, замес будет прям сильно проигран, то это будет опасно, тем более, еще и Леконтропа нет, байбэка, летит МКБ, так, два МКБ имеется, хорошо, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо, что без байбэков, если комплексите выигрывают замес, мне страшно представить, как они не боятся, как они не боятся, так, СФ, приобретается, планируется, пока, пока, Силвер Эджи дальше, у него еще как раз есть один слот, я предполагала, что быть Линька, но вот, как вы видите, Виха решил через Силвер Эджи сыграть, МКБ урон, опять же, эскейп, неплохо, МКБ, в целом, мне тоже очень нравилось, но, все-таки это про игрок, он лучше знает, что ему нужно покупать, появляется Кераса на престолбеке, также Шива появилась у Тимбера, 12-летая, у меня осталось было поисполнить, вообще 18-й какой-то момент, и 24-24 преимущества, вообще, это 700 золота, это несерьезно, 24, абсолютно, в принципе, равная идет у нас игра, Наконец-то, вот именно, наконец-то, теперь, по поводу Баратрума, 16-й уровень, броня, кстати, выбрала на скорости передвижения, мне, честно говоря, думала, что надо выбирать, опять ко всем, приду будет, потому что, так, вроде, быстрый, достаточно, ну, вроде, так, СФ, СФ, ты где? Так, все нормально, хватит, Виха, ты чего меня пугаешь? Смоки, ребята, несмотря на то, что у них нет байбеков, решили попробовать подраться, так, как бы это не сыграло с ними злую шутку, последний замес, они, конечно, провели просто очень здорово, но там они сыграли прям великолепно, практически никто не допустил ошибок, а ошибки, от ошибок, никто не застрахован, все люди, все ошибаются, и замес может пойти не так хорошо, как, например, получилось провести предыдущий, обратите внимание, они также комплексити держатся рядом, но только, опа, все-таки нашли, баратром, здесь встрял, при том, посмотрите, как круто подстанело легионку, мидер, видимо, пытался, как раз легионка, хотел подойти, дать дуэль, на самом деле, если бы она ее дала, то это было бы минус 2, но это минус Т1, вот наконец-то они с ним справились, но в любом случае, там, денюжка, это приятно, хорошанчик, хорошанчик, просто, только я навела на таймер, Рошан появился, по моему велению, по моему хотению, но, что по поводу Рошанас, давайте, в целом, кому там драться выгоднее, с одной стороны, это Бристлбек, и, ну, Бристлбек, по барабану, Варлок, своим ультимейтом, пока, да, второго уровня, но, опять же, если там банды, голем по пятерым, сами понимаете, сколько это урона, Тимбер тоже достаточно плотный, и на Рошпите может выдавать огромное количество урона, здесь же, для того, чтобы драться именно в мастфайте, лучше, ну, я имею в виду, масс полу какие-то, есть ССФ, со мной стороны, да, там, поэтому, не знаю, даже, ох, опасно, мне прям страшно, но, ребята, решили все-таки попробовать сами, синициировать, знают, знают, где находятся враги, не знаю, байбэк будет, если что, у Ликантропа, хорошо, неужели они просто отдадут Рошана, смоки сейчас будут, так, смоки, и сами пошли искать, потом сначала смоки от одних неудачные, потом от вторых смоки, ну, на самом деле, не сказать, что от Андерброда были прям неудачные смоки, они все-таки убили Бара Трума, сейчас, почему? Все понимают, есть Рошан, Рошана хотят забрать и те, и те, и, соответственно, для того, чтобы забрать Рошана, лучше всего, как раз, убить кого-то, ну, и на Шрайн заходить, ребята, эту ошибку допускало огромное количество команд, не советую, вот, когда они выйдут со Шрайна, и они сейчас знают, где они находятся, все, Клопверк, смотрим, будет инициация именно от него, но, тоже инициацию эту проводить, лучше всего в Варлока, именно его первым убивать, так раз он, Бристалл Бека начинает потихоньку бить, волками своими, Резолюши, он подсвечивает ситуацию, надеюсь, стоит в центре Вард, посылаются ракетки на топ, для того, чтобы не отпушить, в принципе, пока у нас, раз-то вообще, мизерия, говорит, я особо, как бы, не парюсь, вы там пока, стойте на этом, как это называется, рожестоянии, да, или как, возле Рожпита все стоят, и просто пока, и те, и те боятся, и в принципе, понятно почему, потому что, тот, кто выиграет этот замес, заберет Рошана, кто заберет Рошана, тот, соответственно, сможет пойти вперед, и ошибиться, а вот наоборот, Thunderbirds, комплексити, наверное, этого не очень хочется, пока заходит на Рошана, присталбэк, тавр, кстати, раз-то забрал в соло, абсолютно, как вы знаете, сейчас вообще в соло тавра забирать гораздо более быстро, тем более со змейками, вот, а такой в этом плане очень приятный саппорт, знаете, я не удивлюсь, что до следующего замеса у него эти самые змейки откатятся, 3200 есть у Тимбера, если что, будут байбэки, разгон от Баратрума по Расте, Раста уже с ветрами, поднимает она Баратрума, сюда пошел хукшот от Клакверка, ну и Баратрум погибает в любом случае, на это уже не стоит смотреть, с другой стороны у нас идет замес, ССФ, Баратрум делает байбэк, ССФ, БКБ, прожимает, сейчас будет раскастовывать ультимейт, Галем, ну не самый хороший, если так мягко скажем, у Клакверка имеется Аганим, следующий хукшот, минус Легионку, Легионки байбэка нет, заходит Тимбер, получает Хекс, пошли ракетки, сейчас будет разгон на Расту, Раста делает хорошую блинкау, в то время разбирается резолюшн у нас с Рошаном, имеется теперь Аегис, ну и сейчас пойдут вперед, вот этот уже хукшот был не самый удачный, но в любом случае, еще возможно погибнет Баратрум уже после байбэка, 67 секунд без него, дальше Хекс, погибает Ветра, ну и Тимбера пробить крайне сложно, но в теории возможно резолюшн, ставится Коге, опять же отлично инценирует Мун Миндер здесь, и цепляет Варлока, Варлок также погибает, Галема нет, дальше надо идти, смотрите, сейчас опять откатится хукшот, и будет следующий хукшот уже Тимбера, Тимбер погибнет в любом случае, 290 золота забирает у нас как раз Раста, прошу прощения, 345, ну и следующий, следующий, следующий Бристлбэк, также минус, это просто великолепный замес для Тимбер Пёрдс, сейчас пойдут байбэки, есть еще байбэк у Бристлбэка, но в любом случае уже надо его делать, здесь нет ману у Расты совершенно, есть конечно Арканы, но не забывайте, есть Цирк, который сейчас прожмет Виха, есть Аегис, который позволяет ошибиться резолюшн, ну или там, не знаю, агрессивно может более сыграть, в это время Клоквик просто развлекает Тимбера, на самом деле развлекает он очень его неплохо, практически Тимбера убивает, но колодцы эту ситуацию поставят, легионка, очень хочет дать по кому-нибудь дуэль, а так по кому тут Дашу, Дашу Ликонтропу, погибешь, Дашу Сэппу тоже погибешь, пока спилили только, спилил Тимбер здесь у нас Тускара, но в любом случае Тавр потеряли, и это просто, вот эти последние 5 минут, перевернули все, оставил своих Болков добивать Шрайн, 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 грызут, еще 8 хп, все-таки дагрыз, ладно, в любом случае, это замес был просто очень круто проведен командой, Тамбер Бёрдс, изначально ошибка была от Баратрума, Баратрум, а это было дело без БКБ, соответственно, Раста просто смогла его изначально поднять на ветра, потом вот тот самый Мун Винтер со своими когами и так далее, вообще просто великолепная игра к нему, при том сейчас убивают у нас еще и Тимбер, и Тимбер без Байбека, ну, это минимум одна сторона, если повезет, минус 2, сейчас Варлок тратит Байбек, у него, в принципе, через 15 секунд выйдет Голем, что может спасти сейчас команду Комплексити, наверное, какие-то силы выше, не знаю, Айсфрог, но в целом это должна быть минус сторона, Леконтропа есть Аегис, Леконтропа есть Форма, Пейстлбек пытается идти на Резолюшн, Резолюшн на развороте говорит, ну, давай, сейчас ставится Коги, Брислбек скорее всего должен, а нет, Форстав, Форстав засейвил все это дело, однако, пошла дуэль, дуэль очень неплохая, но Тускарт сыграл здесь, как боженька, и засейвил своего Резолюшн, Резолюшн расправляется с Варлоком, Варлок уже, в принципе, давал Голема, Байбека у него нет, погибает также Легионка, у Легионки Байбека имеется, теперь надо расправиться с Баратрумом, Баратрум прожимает Бладмейл, убивать его больно, но, в принципе, возможно, это минус 5 в итоге, здесь еще также, в принципе, отличная хокшота в этой игре были от Мунминдера, он вообще свою линию отстоял просто невероятно здорово в целом, в соло он делал несколько фрагов, получил очень хороший левел, дальше, смогли, конечно, комплектити в целом отыграть гораздо лучше, чем у меня в предыдущей карте, но этого было недостаточно, мне понравился пик Расты, несмотря на то, что Раста вначале страдал, мне понравился СФ как себя вел на протяжении игры, то есть они изначально понимали, СФ будут убивать, там, в принципе, шансов выжить не было, но СФ получил уровень, СФ быстро стал пушить линию, практически не давая Баратруму разогнаться, сделать какой-то на себе фраг, и дальше фармила леса, хорошие item build от всех игроков, Resolution сыграл очень здорово, посмотрите, статистика 10-1-7, и, в принципе, item build мне его тоже очень нравился, то есть он, например, ту же лингосферу собрал, также решение через Дезолятор и Керасу пойти, например, как я уже говорила, через Madness, либо там Armlet, как тоже достаточно часто сейчас очень многие делают. По поводу комплексити, Зифрик старался, Зифрик много очень сделал в начале игры, мне понравилось, как он отыграл, но этого было недостаточно, опять же, хорошая вроде бы позиционка была и в целом действие по игре от Тимбера, то есть он изначально нафармил, потом помог своей команде, Тауэра не забрали, фраги с Финдалмалом вместе с Зифриком пытались сделать, Паратром плюс Легионка, но чего-то этой команде еще не хватает. Либо Thunderbirds просто гораздо выше уровнем, но и не будем все-таки забывать, что в комплекте эти два новых игрока в целом, плюс, конечно, новая, ну не то, что новая роль, я опять неправильно говорю, опять же, Финдалмал на гранах сложной линии, то есть он опять на нее вернулся, но все, чтобы вспомнить как-то, как я люблю говорить, дайте сыграться, да, но в любом случае те же Thunderbirds играют вместе уже очень...